Всем привет, ребят! С вами Gabzor.com и сегодня у нас на тестах комбо-видеорегистратор, выполненный в форфакторе салонного зеркала. Vizant 751 GPS с рекомендованной стоимостью в 10 490 рублей. Его более подробные характеристики и цены по ссылке в описании к этому видео. В комплекте покупателя получает пару скоб-препления, вторую камеру с кабелем подключения, набор для установки второй камеры, зарядное устройство в прикуриватель, основной модуль, USB кабель, GPS антенну и руководство пользователя. Выполнен Vizant 751 GPS в виде накладки на салонное зеркало. Прижимается оно к нему при помощи двух резиновых скоб. Крепление надежное, при движении по неровным дорогам не дребезжит. Штатное зеркало не царапает. С учетом места установки он остается неприметным со стороны улицы и не требует съем на время длительной парковки на неохраняемой стоянке. Зеркальный элемент ровный, его площадь больше, чем у установленного в автомобиле зеркало. Свою основную функцию выполняет лучше. По центру расположен 5-дюймовый дисплей. На экран выводится изображение с двух камер. Информация по скорости, разрешению съемки, информация по камерам контроля на дороге. Все важные уведомления дублируются внятным голосом. Уровень громкости высокий и он настраивается. На нижней рамке находятся механические кнопки управления с маркировкой. При нажатии на любую из них отображаются подсказки в виде иконок. Сверху сгруппирован набор разъемов, состоящий из гнезда питания, разъемов под GPS и внешнюю камеру, а также слот для карты памяти. Объектив, состоящий из группы стеклянных линз, выполнен в виде шарнира с возможностью изменения линии горизонта и угла наклона. Под объективом находится приемник радар-детектора. Vizan 751 GPS позволяет организовать аккуратный монтаж в салоне, спрятав основную длину проводов под обшивкой. Помимо этого, можно будет выбрать место фиксации GPS-приемника на стекле. В комплект идет внешняя антенна защиты от воды и грязи. Устанавливаем или в районе номерного знака, или на заднее стекло. Предусмотрена отдельная линия для вывода разметки при выдвижении задним ходом. Настройки системы радарной части и съемки распределены по отдельным вкладкам. В разделе съемки выставляется разрешение, статус записи звука, экспозиция, контраст, насыщенность, резкость. Проводится калибровка. В разделе радар-детектора меняют чувствительность, громкость и режим оповещения, диапазонные радары, отключение звука радара и GPS-информатора. В дальность вывода помещений здесь же просматривается GPS-информация. В общих параметрах можно задать часовой поиск, громкость клавиш, язык интерфейса, активировать автоматическое включение экрана через заданный интервал времени. Перед началом эксплуатации были проведены обновления прошивки и базы стонарных точек. Детектируется активное излучение во всех используемых в России диапазонах. Сложные системы появиваются на дорогах в последние 2-3 года, такие как, например, Cardon M. Дальности достаточно для принятия решения по необходимости коррекции скоростного режима. В условиях мегаполиса встречались единичные ложные срабатывания. В базе стонарных точек есть фоторадары, добавленные в конце зимы 2019 года на дорогах к Казани. Для автодори ведется расчет средней скорости на участке и фиксация точек входа и выхода. Есть уведомления по системе контроля выделенной полосы и линии. Поведение информатора детально настраивается. За обработку данных Vizant 951 GPS отвечает процессор M-Star MCK8328. Максимальное разрешение съемки Super HD. Расширение MOV. Для просмотра не потребуется установка кодеков и дополнительного программного обеспечения. Номерные знаки читаемы в дневное и ночное время. Ролики с высоким уровнем резкости. В настройках можно выбрать разрешение Full HD для основного канала. Вторая камера всегда пишет в меньшем разрешении. Здесь все ролики представлены в Full HD разрешении. По ссылке же есть как Super HD, так и Full HD в дневное и ночное время. Можете посмотреть в полном тайминге. Vizant 751 GPS выступает отличным вариантом при поиске комбо-видеорегистратора. Предлагая преимущество в виде отсутствия необходимости съема и установки на время парковки. Отсутствие лишних элементов на лобовом стекле и ограничение обзора. А также отсутствие проводов в салоне. Претензий по качеству работы радар-детектора, видеорегистратора и GPS-информатора по результатам дизельных тестов выявлено не было. С удовольствием обсудим с вами Vizant 751 GPS. Всем спасибо и пока-пока.